С каждым новым днём и новой информацией вокруг потенциального посещения россиян Олимпиады в Париже появляется всё больше курьёзных и скандальных ситуаций, связанных с прозападными спортивными чиновниками и медийными персонами. Как только не пытались Олимпийский комитет и Всемирное антидопинговое агентство скрыть своё истинное отношение к россиянам за ширмой честных соревнований, но правда всё равно всплыла наружу. Знаменитые русские пранкеры заставили глав МОК и ВАДА признаться в своих истинных намерениях и их отношении к будущим играм дружбы, а также России в целом. И будем честны, такой реакции мало кто ожидал. Об этом сегодня и поговорим. Всем привет, с вами новостная вырезка. Спасибо, что остаетесь с нами. А прежде чем мы начнём, настоятельно просим вас поставить лайк этому видео и подписаться на наш канал. Тем самым вы оказываете нам большую поддержку и помогаете распространять материал. А теперь усаживайтесь поудобнее, мы начинаем. Для тех, кто не в курсе, есть в России весьма популярные ребята – пранкеры Вован и Лексус, которые в последнее время занимаются тем, что устраивают диалоги с известными личностями западного мира, притворяясь значимой персоной. Фишкой таких диалогов становится информация, которую пранкеры получают в результате разговора, который, как считает собеседник, является конфиденциальным. Чаще всего всплывает информация, которая не касается публичного поля и является истинным и настоящим мнением. И вот решили в аванс с Лексусом взяться за спортивный мир, начав не сабы кого, а с президента всемирного антидопингового агентства Витольда Банька. Пранкеры притворились неким африканским чиновником, который связался с главой ВАДА по видеосвязи. А разговор затронул в основном перспективы всемирных игр дружбы, которые должны в скором времени состояться в России. Конечно же, в первой же своей реакции Витольд показал свое негативное мнение, касающееся данного вопроса. Они выглядят очень плохо с точки зрения пиара, имеется в виду игры дружбы, с точки зрения ценностей. Так что нас там точно не будет. Мы не будем контролировать антидопинговую программу во время этих игр. И мы не будем курировать эти игры. Так что с точки зрения спорта, с точки зрения ВАДА, это событие выглядит не так уж хорошо. Определенно нехорошо. Мы являемся частью олимпийской идеи. Это событие вне системы. Мы недовольны этой инициативой, сообщил Банька. Также глава ВАДА выразил свое мнение, заявив, что страны не должны поддерживать данные соревнования. С учетом организатора этих игр дружбы, мероприятие определенно не вызывает доверия и не добавляет доверия спортсменам и странам, которые будут там участвовать. Но вместе с МОК, с Африканским Союзом, мы можем выразить нашу озабоченность. Мы можем снова обратиться к Национальным Олимпийским комитетам и Международным спортивным федерациям и призвать избегать участия. Мы можем выступить с заявлением, но с политической точки зрения я не уверен, остановим ли мы русских и заставим ли не проводить эти игры, заключил Витольд. Пранкеры всячески подыгрывали главе антидопингового агентства и даже сошли с ним во мнении, понимая, что противники игр дружбы осознают, что соревнования неизбежны. А все их усилия направлены на то, чтобы выставить их крайне незначительными в глазах остальных. Мы должны объединиться, как спортивные и политические лидеры. Мы должны остановить это или, по крайней мере, сделать эти игры дружбы в России крайне незначительными. Мы прекрасно знаем, что спорт очень силен в России. Я думаю, что именно поэтому они знают, что нужно заниматься продвижением спорта. Для них спорт очень важен. Вот почему нужно сделать так, чтобы это событие не оказало никакого влияния на Олимпийские игры, также подметил Витольд. В очередной раз выходит, что спорт не политики – это чепуха, которую втюхивали всему миру на протяжении довольно большого количества времени. Об этом мы сообщали еще в прошлых видео, когда Томас Бах признался во влиянии политики на решение Международного Олимпийского комитета. В разговоре же с Банько это лишь подтвердилось. Более того, Витольд призвал к тому, чтобы Африка, представителями которой притворились пранкеры, возглавила оппозицию российскому турниру, а также призвала обсудить этот вопрос с коллегами на континенте. Также интересным моментом стало и то, что Витольд упомянул, что на предстоящих Олимпийских играх смогут принять участие лишь те спортсмены, что осудят СВО. А как мы помним, Олимпийский комитет ранее сообщил, что от подобных условий все же решили отказаться. Похоже, вопрос все же остается открытым. Следующим же на очереди у пранкеров был никто иной, как самая популярная персона в мире международного спорта, глава Международного олимпийского комитета Томас Бах, который в целом держался той же риторики, что и Витольд. Так, в диалоге с ним из нового и неожиданного были лишь угрозы серьезными связями, мол, Бах уже обсудил историю с бойкотом «Игр дружбы» со своими европейскими коллегами и даже готов заручиться поддержкой президента Франции Эммануэля Макрона. «Я позабочусь о том, чтобы президент Макрон поддержал этот шаг Европейского Союза. Я свяжусь с ними. Скорее всего, это будет вице-президент Европейской комиссии, представитель Греции господин Схинос. Он отвечает за спорт и свяжется с вашими представителями, и они подготовят общее заявление. Я также проинформирую президента Макрона об этой инициативе, чтобы он мог поддержать ее. Президент Макрон во всем этом согласен со мной и с нами. С другой стороны, комиссия Европейского Союза не так обеспокоена, потому что у них нет никаких признаков того, что Россия пыталась привлечь некоторые из их стран к участию в этих играх. Так что там они ни о каких контактах не знают», сообщил глава Международного Олимпийского комитета. Ну и, конечно же, не забыл вновь чистосердечно признаться, что санкции в отношении спортивной России носят исключительно политический характер. «Мы наказываем тех, кто несет ответственность за происходящее. Никакого гимна России не может быть. Нельзя поднимать флаг. Олимпийский комитет России после того, как мы отстранили их, сделал несколько довольно агрессивных заявлений, что это дискриминация», — сообщил он. Вот такой вот он Бах, правда Руб и справедливый человек. Кстати, о справедливости. Вслед за российскими гимнастами и лучниками отказались от участия в Олимпиаде в Париже и боксеры, а теперь и грибцы. Тренерский штаб сборной команды совместно со спортсменами после обсуждения на общем собрании приняли решение об отказе от участия в отборочных соревнованиях и Олимпийских играх в Париже на условиях обязательствах, обозначенных Международной Федерацией Гребного спорта и Международным Олимпийским комитетом. Говорится в заявлении на официальном сайте Федерации Гребного спорта России. По словам президента ФГСР Алексея Свирина, спортсмены хотят участвовать в международных соревнованиях на общих и законных основаниях, а также в равных условиях. Когда нам предлагают принять участие на дискриминационных условиях с неизвестными последствиями и еще приписывают к этому финансовые обязательства, в такой постановке вопроса положительного решения быть не может. Все больше спортсменов начинают осознавать, что то, что происходит в отношении наших атлетов, это просто какой-то сюрп. Да, у нас, похоже, найдется кучка спортсменов, которая все же отправится на Олимпиаду. В средствах массовой информации мелькает цифра в 40 человек. И почему их все же решились отправить, мы еще с вами обсудим. Однако поражает то, на что готовы пойти эти спортсмены. Ни флага, ни гимна, ни символики, ни национальной одежды, никаких упоминаний, никаких церемоний открытия или закрытия, вообще ничего. Никакой поддержки. Так и хочется спросить, в каком мире они существуют. Вы вообще новости читаете? На днях вышло заявление мэра Парижа Анны Идальга, которая без церемона заявила, что не будет рада, если российские и белорусские спортсмены примут участие в летней Олимпиаде в столице Франции. «Хочу сказать российским и белорусским спортсменам, что в Париже им не будут рады», сообщила она. А, к примеру, журналисты канадской газеты The Globe and Mail и вовсе призвали участников Олимпиады 24, а также болельщиков, которые приедут в Париж игнорировать российских спортсменов. По мнению авторов, не стоит проявлять неуважение к россиянам, их нужно попросту не замечать. Россия с удовольствием использует своих спортсменов в качестве инструмента пропаганды. Почему к ним следует относиться иначе, чем к российским пропагандистским целям? «Поэтому никаких приветствий, никаких подбадриваний на церемонии открытия или во время соревнований, никаких рукопожатий, никаких аплодисментов. Не нужно вести себя невоспитанно. Людям нужно вести себя исключительно так, словно России там нет», говорится в статье. Хочется лишь спросить, насколько это нужно не уважать себя и страну. Подобные выпады, особенно со стороны европейских чиновников, таких как мэр Парижа, постарался объяснить политический обозреватель Андрей Перла. В одном из интервью новостному ресурсу, назвав это отсутствием координации в той самой власти, которая есть во Франции. И сам факт подобных заявлений очень много говорит о том, что собой представляет сегодня европейская система управления. Также Перла отметил яркую деградацию государственных структур и структур обеспечения безопасности на территории Европы, приведя в пример неспособность Франции гарантировать эту самую безопасность во время проведения Олимпийских игр. Помимо этого, политический обозреватель постарался объяснить свою точку зрения, почему же Россия все же решила отправить некоторых спортсменов на Олимпиаду. Обусловил это Андрей Перла тем, что определенные чиновники, которые занимали свои посты, так или иначе связанные с Олимпиадой или Международным олимпийским комитетом, или антидопинговым агентством, начали переживать о потере своих должностей. Мол, если от России стараются избавиться, значит и должностей таких не будет. Отчего подобные чиновники и начали активно искать любых спортсменов, готовых поехать на данные соревнования. Также Андрей Перла осудил возможный показ Олимпиадных соревнований по Первому каналу, отмечая, что это будет проявлением неуважения к народу. Ну а от себя мы хотим добавить, что нам не стоит забывать о том, что в России, кто бы что ни наговаривал, одни из самых сильных атлетов в мире. В нашей стране есть ведущие сборные, которые диктовали свои условия соперничества, которые являлись неотъемлемой частью в своем направлении. И безусловно, это тоже определенный рычаг воздействия. Любой фигурист, гимнаст, хоккеист, который будет стоять на пьедестале Олимпиады с золотой медалью на шее, также и будет держать у себя в голове, что настоящего конкурента и чемпиона на этих соревнованиях не было. Выходит, не такой уж он и лучший, что, кстати, начинают подмечать все иностранные фанаты спорта, все чаще выражая свое мнение в социальных сетях. Такие вот новости, дорогие друзья. Ну а что об этом думаете вы? Обязательно пишите свое мнение в комментариях. А также не забывайте поставить лайк этому видео и подписаться на наш канал. Тем самым вы оказываете нам большую поддержку. Спасибо за просмотр и всего хорошего. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok